У вас такое ощущение, будто у вас заканчивается топливо? Дорога оказалась длиннее, чем вы думали? И вы сожалеете, что не наполнили свой бак доверху? То же самое происходит и с вашим Духом. Чтобы иметь хорошее здоровье, вам нужно постоянно быть наполненным Словом Божьим. Примите своё исцеление, начните созидать свою веру и получите Божье исцеление, чтобы иметь сильное тело, хорошую моральную позицию и положительные взаимоотношения. Божья воля — ваше исцеление. Узнайте, как наполнить ваш Дух Словом Божьим. Задействуйте свою веру, ухватитесь за Божье обетование, за Писание об исцелении, чтобы выздороветь и оставаться здоровыми. Бог хочет, чтобы вы были полностью благополучными, в своей самой лучшей форме, в духовной, умственной, эмоциональной и физической сфере. Поэтому не ждите, пока ваше топливо иссякнет. Наполняйтесь Словом Божьим и примите своё исцеление. Сегодня же начните своё путешествие к здоровью и благополучию. Созидайте свою веру и преобразуйте своё здоровье и целостность. Примите сегодня качественное решение жить в целостности согласно Слову Божьего. «Господь благословил меня однажды видением. Я видел его очень чётко, хотя оно не было длинным, всего несколько мгновений. Конечно, с тех пор я храню его. Я видел человека в этом видении. Я видел его очень чётко, хотя оно не было длинным, всего несколько мгновений. Конечно, с тех пор я храню это внутри себя. Я видел в этом видении человека. Он находился посреди тяжёлых тканей. Груда тканей. Они были тяжёлые. Он вынимал из груды одну из них и должен был повесить её вот так. Он подходил к стене, и ткань падала на пол. Понимаете? И он работал. Он потел. Он пытался сделать так, чтобы эти большие, тяжёлые портьеры висели и держались на стене. И тогда Господь обратил моё внимание на эту груду. Я увидел, что одна из тканей, которую он прикрепил сверху, была дарами исцеления, но она упала на пол. А другая была верой, и она тоже только что упала на пол. Ещё другая была радостью, и она спряталась. Она была такой тяжёлой, что сбила его с ног. Затем Господь обратил моё внимание на эту груду портиры ещё раз. Когда я его увидел, я знал, что всё это были вещи, необходимые для действия вере. И в этой куче тяжёлых тканей были сложены все виды Божьей благодати. И затем я увидел маленьких змей. Эти змейки. Это не были большие змеи. Они были маленькими. Маленькие змейки. Они здесь, внизу. А он всё вешает и вешает это. И ткань всё падает. И он даже не знает об этих змейках. Они его нейтрализовали? Да. Потом Господь привлёк моё внимание к золотому карнизу для занавесок. Он был просто мощным. Вокруг него сияла слава Божья. Аллилуйя. И ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, вера висит на любви, как штора на карнизе. Это верно. Вера действует любовью. Когда он, наконец, обратил своё внимание на карниз любви, золотое правило. Золотое правило любви. И когда он ухватился за него, он понял, он подобрал эту штору и прикрепил её сверху рядом с карнизом, и затем карниз продёрнулся через неё, он принял её. Эта штора просто расцвела, когда оказалась на стене. А этот человек начал давить ногами этих маленьких змеек. С ними было покончено. Он просто топтал этих змей. Это чудесно. Чудесное видение. Он топтал этих змей. Разве это не чудесно? Это замечательно. Великолепно. Вы можете принять это в своё мышление и сказать так. Скажите, Мой разум Это мой разум. Мой разум Я думаю так, как выбираю думать. Я думаю так, как я выбираю думать. А не то, что говорит мне думать дьявол. Не то, что говорят мне думать мои чувства. Я выбираю думать словами Бога. Знаете, в теле каждого человека постоянно существуют мутирующие клетки. Но если дьяволу удастся собрать их, у вас может начать свою работу рак. Потому что рак и есть мутирующие клетки. Клетки, не делающие то, на что они запрограммированы. В вашем теле могут работать раковые клетки за 8-10 лет до того, как проявятся какие-то симптомы. Вот почему так важно углубляться в Библию и изучать места Писания об исцелении каждый день. Вы должны так жить. Вы должны выбросить весь этот мусор из головы. Выкиньте этот страх из своего разума. Выкиньте сомнения и неверие из вашего разума. Не допускайте слова в свои уста. Иисус сказал, что заботитесь. Говоря что-то, вы проявляете заботу и волнение. Если вы что-то думаете, не говорите этого. Запретите этому. Аминь. Слава Богу. Никакая неправильная работа клеток не будет проходить в моем теле. Я отказываюсь от этого. Во имя Иисуса. А печаль, скорбь, находится в самом верху списка. Потому что, когда ваш разум работает вне прощения, он работает в страхе. Он работает в скорби, работает в депрессии. И пока он это делает, вы способствуете физическому повреждению мозга. Вы можете обратиться к Слову Божьему. Можете встать на Слово Божье и пребывать в Слове Божьем. И настало время для молитвы исцеления. Да. Как ты думаешь? Думаю, да. Начинай. Вы готовы принимать? Настройте свой приемник на работу. Протяните свою руку к этому. Ухватитесь за эту заповедь прощения. Да, Господь. Ухватитесь за это. Возьмите это. Аллилуйя. Вцепитесь в это. Тяните это вниз, к себе. А сами, по мере этого, поднимайте себя. Овладейте этим. Да. Сейчас вы стоите на основании любви Божьей. Вы стоите на основании силы прощения. Да. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы прощаем. Скажите, верой. Верой. Я прощаю. Я прощаю. Всех. Всех. Кто жестоко использовал. Кто жестоко использовал. Или преследовал меня. Или преследовал меня. В Библии сказано, что я имею право на все вдвойне. В Библии сказано, что я имею право на все вдвойне. Я получаю двойную порцию любви Божьей. Я получаю двойную порцию любви Божьей. Я получаю двойную порцию исцеляющей силы. Я получаю двойную порцию исцеляющей силы. Я получаю двойную порцию жизни сегодня. Я получаю двойную порцию финансового благословения сегодня. Я получаю это. Я беру это. У меня это есть. я благодарю тебя за это и я прощаю аллилуйя слава богу аллилуйя спасибо господь мы берем свое исцеление слава богу мы берем свои болезнь слабость и боль да да скажите это немощь болезнь слабость и боль уйдите уйдите любое проявление проклятия любое проявление проклятия уйди уйди все демонические начальства все демонические начальства уйдите уйдите все демонические власти все демонические уйдите уйдите все мироправители тьмы века сего все мироправители тьмы века сего вы мной не управляете вы мной не управляет и уйдите уйдите все духи злобы поднебесные все духи злобы поднебесные уйдите уйдите силой силой и властью и властью имени Иисуса, у меня есть вера в это имя, и моя вера работает, потому что я человек любящий, а не осуждающий. Я простил, и я действительно прощаю, и я прощаю через все мое будущее. И я прощаю через все мое будущее. Я победитель, а не проигравший. Бог со мной. Бог на мне. Он надо мной. Он шлем спасения на моей голове. Он броня моей праведности. Он меч Духа. Он Меч Духа. Он мой мощный военный пояс. Он мой мощный военный пояс. Он щит моей веры. Он щит моей веры. Он сила Евангелия на моих ногах. Он сила Евангелия на моих ногах. Я обут в благовествовании. Я обут в благовествовании. Я хожу в силе. Я хожу в силе. Я живу в силе. Я живу в силе. Я вовлечен в его силу. Я вовлечен в его силу. Не только в своем исцелении. Не только в своем исцелении. Но в исцелении всех вокруг меня. Но в исцелении всех вокруг меня. В исцелении моей семьи. В исцелении моей семьи. Только что кто-то был исцелен от бронхита. Слава Богу. Почки только что были исцелены от камней. Слава Богу. Исцеление от желчных камней. Мы берем это. Аллилуйя. Слава Богу. Хвала Богу. Слава Богу. Спасибо тебе, Иисус. Пришло прощение. Сила прощения сошла. Да. Сверхъестественная. Да, да. Я принимаю исцеление для своей головы. Да, аминь. Я принимаю исцеление для своего мозга. Да. Я принимаю исцеление для своего затылка. Да, спасибо тебе, Господь. В ствол мозга. В ствол мозга. Я принимаю исцеление в свои глаза, в носовые ходы гаймаровой полости, в своем рту, как физически, так и духовно. Я беру исцеление для своего рта, я беру исцеление для своих зубов, я принимаю новые зубы, у меня это есть. Я радуюсь этому, я принимаю исцеление для своего горла, я принимаю исцеление для своих ушей, барабанных перепонок, внутреннего уха. Прямо сейчас я запрещаю головокружение, сейчас же прекрати своими Иисуса. Аллилуйя, мое внутреннее ухо исцелено. Мое равновесие идеально. Мое равновесие идеально. У меня больше нет боязни этого. Кости моей челюсти исцелены. Кости моей челюсти на своем месте. Они перестают смещаться. Они перестают смещаться. Мои миндалины исцелены. Мои миндалины исцелены. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я беру это. Я беру это. У меня это есть. У меня это есть. И я радуюсь. И я радуюсь. Конец ангинам. Конец ангинам. Горло со стриптококком исцелено. Слава Богу. Все легочные заболевания. Все легочные недомогания. Легочные нарушения. Исцелены. Я беру исцеление для своих легких. Я беру исцеление для своих легких. Я беру исцеление для всей моей дыхательной системы. Я беру исцеление для всей моей дыхательной системы. Теперь все женщины скажите. Я получаю исцеление для всех женских органов моего тела. «Я получаю исцеление для всех женских органов моего тела». Мужчина, скажите, «Я получаю исцеление для всех мужских органов моего тела». «У меня никогда не будет заболевания простаты». «У меня никогда не будет рака простаты». Прямо сейчас он был исцелен. Слава Богу. Исцелен прямо сейчас. Очень много, очень много, много. Особенно среди аудитории в интернете. Сейчас происходит исцеление. Очень много исцелений в этой сфере. Слава Богу. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу, слава, слава, слава. Спасибо тебе. Мы это принимаем. Я беру исцеление для моих рук. Да. Принимаю исцеление моих пальцев. Да. Моих суставов. Во имя Иисуса. Я принимаю исцеление. моих суставов. Я принимаю исцеление моих суставов. Тот, кто приехал сюда, не мог сжать руки в кулаках на обеих руках. Сделайте это прямо сейчас. Слава Богу. Делайте это без боли. Слава Богу. Слава Богу. Артрит, я связываю тебя. Артрит, я связываю тебя. Уйди. Уйди. Сейчас же. Сейчас же. Я принимаю исцеление для своего желудка. Я принимаю исцеление для своего желудка. Я принимаю исцеление для своего пищеварительного тракта. Я получаю исцеление нижней части живота. Всех нижних частей моего живота. Я получаю исцеление в бедрах. В крестцовых областях. Теперь вернемся к позвоночнику. Я получаю исцеление во всех позвонках моего позвоночника. Я получаю исцеление во всех дисках моего позвоночника. Он восстановлен. Мои диски исцелены и крепко стоят на месте. Мои диски исцелены и крепко стоят на месте. Во имя Иисуса. Боли в спине. Уйдите сейчас же. Зависимость от наркотиков. Уйди. Сейчас же. Все виды зависимостей. Уйдите сейчас же. Зависимость от порнографии. Уйди. Сейчас же. Аллилуйя! Аллилуйя. Мы славим тебя, Иисус. Все, кто никогда не принимал Иисуса Господом в своей жизни. Да. Сейчас ваш момент. Аминь. Хотя Он уже и исцелил вас, так как вам не обязательно быть спасенным, чтобы принять исцеление. Он исцеляет не потому, что вы спасены. Он исцеляет вас, потому что любит вас.